Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы ответим на очередной вопрос, который часто беспокоит наших жен мироносец, наших женщин. Вопрос таков, нужно ли носить платок в храм, носить его вне храма и почему эта традиция или обязанность сохраняется сейчас в православных храмах. Нужно сказать, что мы здесь берем основание еще в словах святого апостола Павла. Он говорит, что женщина носит платок в знак для ангелов, то есть чистоты, непорочности. Также платок символизирует власть мужа над женщиной. Давайте мы немножко обратимся к посланиям святого апостола Павла Коринфянам и почитаем, что это значит и откуда мы можем подтвердить свои знания. 1 Коринфянам 11 глава 1 стих. «Будьте подражателя мне, как я Христу». Всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытой головой, постыжает свою голову. То есть было в то время как бы стыдливо. И далее продолжает. И всякая женщина, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, испытывает свою голову, ибо это же, как если бы она была обрита. Ну тут, конечно, вообще можно сказать, что сегодня многие женщины короткострижи. Тогда это был стыд и срам, а сегодня это где-то норма. «Ибо если женщина не хочет покрыться, то пусть и стрижется». То есть, ну пусть тогда уже и позорит себя далее. «Если же жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрыет свою голову». Вот о чем тут говорится. В первую очередь мы говорим о общении с Богом. То есть, что такое пророчество? Это глаголи Божьих слов. Ну и если проводим параллели, то есть сегодняшняя молитва. Платок нужно, в принципе, носить не только, когда ты молишь или приходишь в храм. Вспомните, что когда приходил человек в храм, он видел, что женщины покрыты с головою. Некоторые девицы, девочки не с покрытой. То есть, сразу можно было понять, замужем девочка или женщина или нет. Почему вот покорство? Мы здесь говорим мужу. Также опираемся на слова апостола Павла, который говорит, что «хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, а жене глава муж». Во время венчания говорим, да убоится жена мужа, муж ее возлюбится как самого себя. То есть, потерять ценность любви, дар вот этой спокойной, смейной жизни. Но, тем не менее, мы почему сегодня дальше также носим храмы, женщины одевают платочки, даже девочкам. Но девочек, наверное, приучая к этой норме христианского поведения, женщины, поскольку, может быть, немножко более стали в духовном плане строптивы, они все равно показывают свое уважение, свое благовение Христу, который является главой церкви. А мужчины, наоборот, не покрывают, снимают голову наоборот в храме знак, опять-таки, любви и уважения ко Господу. Часто задают вопрос, а как же все-таки вот юбки одевать и обыденно их носить, платки? Не примут ли меня за какую-нибудь сектанку? Не будут ли показывать пальцем? Ну, этот вопрос, конечно, очень относительный. Человеку дай только увидеть в ком-то что-то необычное, и он будет всячески в этом усолить, покрывая свои грехи. Чаще всего, говорит, тот такой, этот такой. Почему? Потому что он знает, что за собой, за своей совесть у него гораздо больше. Но чтобы отвести от себя духовное подозрение, какие-то рассуждения по поводу жизни, он пытается постоянно показывать других, что он, видите, какой плохой, а я вот хороший. Вспомните о мытаре, о фарисее, притчу которой Господь говорит. Он приходит, говорит, я вот пощусь, милостынюю делаю. Ну, не то, что тот мытарь, а мытарь стоит и бьет себя в грудь, прости меня, милосердный Господи. Ну, и че молитву принимает? Тот, который от сердца делает, не для галочки, а знак любви Богу. И, в частности, нашего вопроса покорства мужу. То есть, это символ любви и уважения к супругу. А когда мы приходим в храм или становимся на молитву, это уже покорство Богу. Храни вас Господь, мои дорогие, возлюбленные гости и братья и сестры. С вами был священник Константин Мальцев. Аминь.